МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Почти назначенные парламентский комитет одобрил кандидатов в Центр-избирком, когда рада голосовать будет, и чего опасаются нардепы. Жертв страшной аварии в Кривом Роге уже 9. В реанимации умер еще один пострадавший. Прямо из райотдела в больницу доставили и виновника аварии. Возле его палаты выставили охрану. Мужчине уже объявили о подозрении, а вот меру пресечения сберут, как только разрешат врачи. О новых подробностях, трагедии и материале Елены Миндалюк. Утром во второй городской больнице Кривого Рога умер еще один пострадавший во время вчерашней аварии. Это пассажир маршрутки. Его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Сутки пациент пробыл в реанимации, но спасти его медикам не удалось. Крайне тяжелых двое остались крайне тяжелыми в реанимации. Двое перешли из состояния крайней тяжести в тяжелое, остальные средней тяжести. На данный момент в больнице находится 16 пострадавших в вчерашней ДТП. Накануне в больницу забрали и водителя Мазда Александра Волкова, прямо из райотдела, где мужчине вручили подозрения в совершении ДТП. Из-за чего ухудшилось его состояние, то ли из-за травм, полученных во время аварии, то ли из-за обострения других заболеваний. Ни медики, ни правоохранители не говорят по неофициальной информации у Волкова «Разрыв легких» и четвертая степень рака. Авария произошла на одном из перекрестков вчера около 6 утра. Мазда выезжала со второстепенной дороги и должна была пропустить маршрутку, которая двигалась по главной. Но водитель этого не сделал, произошло столкновение. Маршрутку отбросила на встречную полосу и в нее влетел автобус. Полиция отвергает версию, что управлять Маздой мог несовершеннолетний сын Александра Волкова. А не он сам. Но свидетель утверждает обратное. Мазда влетела с хорошей скоростью. Не 50 километров, как положено, а летела с хорошей скоростью. И когда это все случилось, из-за руля вышел молодой парень в белом костюме. Ну, белая такая, верхняя одежда. А потом вышла девушка. Девушка очень кричала. Примечательно то, что сразу после аварии именно сын давал интервью журналистам. За то, что мы опаздывали, отец немного прибавил скорости. А из-за деревьев мы не увидели выезжающую маршрутку, которая выезжала. В том, что именно несовершеннолетний сын был за рулем иномарки, а не его отец, уверенный и родные погибших. Как выяснили журналисты, Александр Волков, бывший сотрудник правоохранительных органов, и может воспользоваться связями. Сейчас там уже совсем другие слухи ходят, что там он высокопостановленный чиновник, ну, раньше был. Значит, что останется безнаказанно. А как же родственник, как же люди, как же вот мы, в которых погибли. Сейчас в больнице остаются 15 пострадавших во время аварии. Если вину Волкова докажут, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Елена Ванилюк, Евгений Конецов. Подробности. Телеканал Интер. Днепропетровская область. 2018 станет годом активной борьбы с бездорожьем. Это пообещал сегодня премьер-министр Владимир Гройсман на очередном заседании правительства. О чем еще говорили в Кабмине и какие важные заявления сделали министры, знает Ольга Теребинская. Курс кабинета министров – работать на опережение, а не решать проблемы в пожарном порядке. Такое заявление сделал премьер на заседании правительства. По словам Владимира Гройсмана, очень важно не сбавлять темп реформ, которые проводит Кабмин в последние два года. От первого дня нашей работы, стыкаючись с величезными вызовами и проблемами, мы начали решать конкретные вопросы. Мы начали с вами новое пенсионное системы, обучение, медицин, о которой украинцы мечтают не один десяток лет. Мы начали обеспечивать нашу энергетическую независимость. И я точно могу сказать, что в тот важный период мы заклали все подвалы, на которые дают нам возможность абсолютно уверенно смотреться в ближайшее будущее. Как и даст четкую ответственность для каждого гражданина Украины. В стабильности, в безопасности, в достатке. Одна из главных тем заседания – решение проблем бездорожья. По словам премьера, госфинансирование на ремонт и строительство трасс получат только те организации, которые делают свою работу качественно. В 2018 году масштабно будет продолжен капитальный ремонт, реконструкция и строительство дорог. Конечно, мы имеем вопрос сегодня и к качеству выполнения работ, и к халтуре, которую мы имеем. Но я точно знаю, что мы не будем платить за ни один сантиметр или метр дороги, который сделали на халтуру. Еще одна топ-тема сегодняшнего заседания Кабмина – украинское кино. На его развитие правительство выделило еще полмиллиарда гривен. По словам министра культуры Евгения Нищука, в этом году на кинопроизводство дали рекордную сумму. В 2014 году, когда мы пришли после революции в уряд, на развитие украинской кинематографии было по факту 25 миллионов гривен. В 2017 году это 500 миллионов. И теперь, на 2018 год, она складывает рекордную сумму миллиардов гривен. Я желаю, чтобы деньги украинских платников, податков были спрямованы на украинский контент. При Кабмине создали спецкомиссию, которая разработает предложение по срокам и вариантам проведения пробной переписи населения в Украине. Предполагается, что она состоится в 2020 году. Также правительство представило свое видение экономического развития сразу на три года вперед. Это зафиксировано в так называемой бюджетной резолюции с макропрогнозами до 2021 года. За три года, по версии правительства, рост цен для украинцев составит не более 5%. Но курс гривен за это время упадет до 32 гривен за доллар. Ольга Теребинская, Максим Чеблин. Подробности телеканал Интер. А возле Кабмина прошел самый настоящий парад автомобилей. Водители со всех уголков страны приехали к зданию правительства с требованием не повышать цены на топливо. Услышали ли протестующих и какие причины возможного подорожания горючего? Все подробности узнаем у Богдана Вербицкого. Под звуки клаксона видым фаеров проходил отчет в Кабмине. Сотни машин к стенам здания на Грушевского подогнали общественники. Ну что ж, мы снова тут. Мы снова как группа швидкого реагования. Причина акции – возможное повышение цен на топливо. По словам пикетчиков, в Кабмине намерены вести искусственное эмбарго на импортный бензин. Якобы для поддержки отечественного производителя. Но активисты уверяют, на самом деле это попытка монополизировать рынок горючего. Одной из крупнейших энергокомпаний. Это «Укртатнафта», производитель МПЗ Криворижский, который подал прохание до комиссии международного производителя, чтобы защищать внутреннего производителя, ввести квоты на импортный товар. Мы считаем, что хочет сделать монополию. Если мы сейчас ведем акциз, таким образом акциз поднимет вартость палива от 30 до 40%. А дальше – цепная реакция. Зерно в конце. Дорожает хлеб, дорожают перевозки в общественном транспорте. Потом по цепочке поднимутся цены налейки, продукты харчувания. Немного прикладной математики. На столичных АЗС литр 95-го стоит 31 гривню. Сейчас это около 1 евро. В соседней Польше немногим больше – евро и 15 центов. Но после введения эмбарго стоимость топлива на украинских заправках поднимется до 45 гривен за литр. То есть цены, как в Европе. Но вот уровень доходов украинцев далеко не европейский. С просьбой разобраться с лоббистскими инициативами энергокомпании активисты написали письмо премьеру. В кабине пообещали передать. Я сейчас сделаю копию и занесу до аппарата премьер-министра. Это звонок, а потом оно зарееструется в секретариате. Спустя час к митингующим вышла представитель Минэкономики. Говорит, решение о введении эмбарго будет принимать на закрытом заседании межведомственная комиссия. Пытания проведения заседаний, питания проведения голосования, они конфиденциальными. Комиссия работает согласно с положением, выясненным в законодавстве Украины. Кто осуществляет комиссию? Комиссия за посадой осуществляет министра экономического разведки и торговли Украины. Не дожидая заседания комиссии, которую возглавляет Степан Кубев, решение принял премьер. Заявил, монополии не будет. Никакого решения, ни комиссии по торговле, ни уряду не будет принято, которое может причинить любую монополизацию, сговоры, або еще большее подвышение цен на паливо. Активисты уверяют, за ситуацией на рынке топлива продолжают следить. Если же эмбарго все-таки примут, обещают новые акции. Вчера президент инициировал встречу с главами фракции с просьбой поддержать его в обращении к Вселенскому Патриарху о создании Украинской Поместной Церкви. Против высказался только лидер оппозиционного блока. Его позиция – государство не может вмешиваться в дела церковные. А сегодня президент провел встречу с предстоятелями православных церквей Украины. С каждым из них глава государства беседовал отдельно. Тема разговора – передача Вселенскому Патриарху Варфоломею обращение о предоставлении Украинской Церкви Томаса об автокефалии. Я думаю, что очень много лет миллионов украинцев мечтали, чтобы Господь послал нам нашу объединенную православную Поместную Церковь. Те, кто втратил надежу, те, кто продолжил верить, Божья допомога даёт мне сейчас подставы ствердживать, что мы близки до отримания Томаса в автокефально Поместную Церкви, как никогда. По итогу встречи, как сообщает прислужба главы государства, обращение подписали и передали архиереи Украинской Автокефальной Церкви и Православной Церкви Киевского Патриархата. А позиция предстоятеля УПЦ, митрополита Киевского и всей Украины Ануфрия впоследствии была изложена на сайте Украинской Православной Церкви. Там сказано, что в ходе встречи стороны обменялись мнениями по активизации межкофессионального диалога в Украине. Какой-либо реакции со стороны самого Вселенского Патриарха Варфоломея на такую инициативу украинской власти пока нет. Текст президентского обращения о создании Поместной Церкви уже появился в Раде. Завтра его ожидает рассмотрение в парламенте. В четверг будет еще одно важное голосование по кандидатурам в Центр-Избирком. Как и за что нардепы готовы отдавать свои голоса? Об этом далее в материале. С утра под куполом собралось совсем мало депутатов, но трибуна уже заблокирована. Радикалы и некоторые унифракционные требуют принятия чернобыльских законов. Завтра, если с утра не будет поставлено на голосование наш законопроект, который поддерживает комитетом, то мы будем блокировать президию и не дать працювать парламенту, пока он не выполняет свой обязатель. Депутатам приходится выступать с места, а о результативном голосовании нет речи. Просто понимали стечение обстоятельств. А до какого часа мы будем працювать по четвергах? В принципе, для чего же працювать? Но депутаты, они не подконтрольны ни главе Верховной Рады, ни заступникам, ни даже главам фракций. Но, очевидно, именно четверг имеет шансы стать продуктивным днем для голосования. Завтра первым делом будут голосовать за обращение к Вселенскому Патриарху с просьбой о создании поместной церкви. Правда, не все фракции подписались под петицией. В 2016 году, в червня месяце, уже ухвалював постанову про звернение до Варфоломія. И, соответственно, переговори, что до создания Украинской поместной церкви, тривают постійно, систематично, на усіх рівнях. На рівні президента, на рівні членов парламенту. И, соответственно, сейчас это очередный привод Верховной Рады Украины подтвердить свои намерения. Это будет пустий документ. Мы за него голосовать, конечно, не будем. Держава не имеет права втручаться в право церкви. Это права самих мирян, куди в которую церковь ходить. Это права церковных руководителей, которым договариваться между собой и создавать условия для объединения. И, что касается будущей заявки парламента, мы считаем, что это очередная политическая заявка, которая не будет иметь никакого практичного сенсу. Ну и еще завтра состоится назначение новых членов Центра избиркома. Или не состоится. Депутаты сомневаются, что кворум в профильном комитете соберется, а без этого решения тему цикла в сесенном зале поднимать нельзя. Да и вопрос с квотами остался нерешенным. Проблема перша. 14 кандидатов, 13 сельців. То есть очевидно, что кто-то из кандидатов выпадет. Я в этом проблеме не вижу. Голосование должно происходить по каждой кандидатуре отдельно. И природно, что кто наберет меньше голосов, то и не пройдет. Уже поняли, что, скорее всего, кандидатура от Батьковщины фактически не пройдет в Центральную выборную комиссию. Это фактически будет порушением резолюции пары. Вы понимаете, чем это для нас загрожает. Тем более, что Украина под постоянным монетарингом. Парламентская ассамблея Совета Европы требует, чтобы в ЦИК были представители от всех фракций. От оппозиционного блока кандидатов нет. Двие фракции в парламенте, президент и Народный фронт, формуют большинство ЦВК, властную большинство, делают властную комиссию. И сподеваются, что таким образом они могут фальсифицировать выборы. Мы категорично против. Это порушение всех принципов. Нам не дали представителей ЦВК. И мы уже направили соответственно листи до международной спиной. У нас на сегодняшний день есть решение парламентской ассамблеи Ради Европы, которое было принято на минулой сессии парламентской ассамблеи, в котором чётко записано, что это обязательно, чтобы в ЦВК Украине были представлены кандидаты от всех фракций. На сегодня, насколько мне известно, не все фракции представлены в поданной, а по блоку отсутствует. Мы должны поддерживать этого принципа, потому что от этого зависит, насколько Европа будет слушать украинские аргументы. Выносить ли завтра на голосование назначения нового состава ЦИКа решали уже на заседании профильного комитета. Он в депутатском расписании после утреннего заседания в Раде. Екатерина Лысенко, Елена Зорина, Владимир Самченко, Вадим Сверидонов. Подробности телеканал Интер. Уволить и назначить. Парламентский комитет по вопросам правовой политики и правосудия уже поддержал представление президента об увольнении членов Центра избиркома и назначении новых. Комитет рекомендует Верховной Раде освободить от должностей 13 из 15 человек и поддержать 14 кандидатур президента. Голосование завтра будет происходить активно. Мы ожидаем, конечно, много вопросов, но политическая воля залу и парламенту есть голосовать за. Я думаю, что парламент четко выяснится и все будут представлены. И оппозиция, и коалиционные партии в Центральной выборочной комиссии. Там есть достаточно достойных представителей. Как проверяют тех, кому платят соцвыплаты и переселенцев в том числе, сегодня обсуждали на парламентском комитете по вопросам соцполитики. По словам его руководителя Сергея Каплина, четверть суммы, выделенной на ревизии, буквально утекают в песок. Списываются огромные деньги, а сама верификация результатов не дает. Кроме того, на заседании подняли вопрос перерасчета пенсий для военных пенсионеров. 25 апреля они опять намерены пикетировать Кабмин. Одобрили в комитете также проект закона по возвращению обесцененных советских вкладов Сбербанка. Автор Сергей Каплин говорит, что документ не предусматривает выплату наличными. Возвращать деньги будут иным путем, причем не только самим вкладчикам, но также их родственникам. Я разработал законный проект, который дает возможность всем тем, перед кем есть борг в государстве, по вкладам в Ощербанк, сплачивать через новые инструменты, ценные паперы, за лечение своих близких родственников, учебник, энергосбережение, купление котлов. Мы не должны забывать о этом борг, и этот борг должны обязательно вернуться. Бронетехника, снайперы и орудия крупных калибров боевики не ослабляют натиск на украинские позиции. Сегодня уже было два десятка обстрелов. Из тяжелых минометов били по защитникам Песок и шахты Бутовка. В районе Водянова и Авдеевки работали гранатометы. А в поселке Зайцево накануне ударили по жилым домам. Подробнее о ситуации на этом участке наш военкор Игорь Левенок. Огромные воронки, разбомбленные дома, посеченные осколками деревья. По поселку Зайцево оккупанты ударили из запрещенных калибров. Снаряды взрывались в жилом массиве. Лишь чудом никто из людей не пострадал. Уже двое суток оккупанты бьют по Зайцево из крупнокалиберной артиллерии. Наши армейцы логики в таких обстрелах не видят, потому что здесь нет ни позиции, ни военной техники. Живут в этом районе лишь вот только мирные жители. Если вы поверните камеру, видно, видите, обработаны грядки, городы. Там хата, люди живут. Да, да, хата, люди живут. Тут, видите, хата, люди живут. Позиции наших подразделей есть за линией жилой зоны, а они стреляют прямо по селу. За двое суток враг выпустил по Зайцево около шести десятков снарядов калибром 122 и 152 миллиметра. Пенсионерка Клавдия Михайловна говорит, две ночи не выходила из подвала, потому что вокруг все гремело, земля содрогалась от взрывов. По мирному населению. Вот и все. Так что хорошо все идет у нас. Выживем, выживем, дай бог. А не выживем, что ж теперь будем делать. Жители поселка рассказывают, в последний раз боевики их так обстреливали год назад. Где-то начало второго, как начали бить. И часов до семи они бомбили, бомбили. Сперва по желанке, а потом уже слышно, что подальше отходят. Видно, бахмутку уже начали бить. Очень сильно. Российские наемники по поселку били фугасными снарядами, чтобы нанести как можно больше ущерба. Боевые действия в Зайцево не стихали и днем. Враг обстреливал украинские позиции. Наши солдаты опасаются, ведь и сегодняшняя ночь в поселке может стать такой же кошмарной. У боевиков произошла ротация. Приехали хлопцы, которые, скажем так, отпечатали добро. И вот они сейчас готовы. Готовы до активных боевых действий. Из Донецкой области Игорь Левенок, Евгений Пахальчук, Антон Чиженко. Подробности телеканал Интер. Гранатометы из зоны АТО всем желающим. Командир роты по Черниговам наладил оружейный бизнес. Клиентов подыскивал через знакомых, в том числе из криминальных кругов, сообщают в СБУ. Военного задержали. Он успел продать пять гранат и 140 патронов. А за два гранатомета хотел 18 тысяч гривен. Оружие зоны АТО вывозил чуть ли не каждый демобилизированный боец. Так утверждает главный военный прокурор Анатолий Матиос. По его словам, за период конфликта на Донбассе уволены 400 тысяч военнослужащих. И большинство захватили с собой на гражданку пистолеты, патроны и гранаты. Уверен Матиос. В Украине создадут первый центр психологической реабилитации воинов АТО. Об этом в Вашингтоне договорился министр внутренних дел Арсен Аваков. Светлана Чернецкая узнавала детали. Евгений Терехов бывший пулеметчик батальона Днепр. Он приехал в Вашингтон презентовать фильм «Сто дней над пропастью» о начале российской агрессии в Украине. Терехов больше известен по прозвищу «Титановый Джексон» из-за титановой пластины в голове, установленной после ранения в АТО. В Вашингтоне он узнал о договоренности между Украиной и США о создании центра психологической реабилитации воинов. Эта новость его очень обрадовала. Большинство людей после войны не может найти себя. Семьи распадаются. Очень большая процентность того, что семьи распадаются. Почему? Потому что дружина знает человека, он пошел на войну, а он уже повернулся к другому человеку. К другому, который видел смерть. И это решение вопроса важного на сегодняшний день. Идея создать центр психологической реабилитации возникла во время встречи министра Авакова с американскими конгрессменами. И этот вопрос под личный контроль взяла Марси Каптур. В американском конгрессе она представляет штат Огайо. И уже пообещала помощь национальной гвардии Огайо, у которой огромный опыт работы с ветеранами. У нас работают психологи, штатные психологи, которые помогают ребятам. У нас работают священники, вы знаете, это то же самое. У нас работают капелланы, и даже капелланы у нас вошли в состав национальной гвардии. И они ведут свою работу. Но война продолжается, и у нас все больше и больше людей вовлечено. Мы ищем баланс. Этот проект нам поможет. Через зону АТО уже прошли 600 тысяч украинцев. И многие, если не каждый, нуждаются в психологической поддержке. На встрече с украинской диаспорой глава МВД заверил, это будет уникальный центр. Его создадут на базе трех министерств. Здравоохранение, внутренних дел и обороны. И первые результаты министр обещает уже к началу лета. Светлана Чернецкая, Юрий Романюк. Подробности телеканал Интер из Вашингтона. Это подробности, и вот о чем мы расскажем во второй части программы. Химическая очистка. Сколько времени понадобится, чтобы избавиться от яда в Солсбери? И чем закончилось обсуждение отравления Скрипаля в Гааге? Накатаны сценарии в Одесской области. Массовые нападения на фермеров. Как работают преступники и почему полиция бездействует? Когда полиция бездействует, в Одесской области бунтуют фермеры. Говорят правоохранители, спустя рукава расследуют разбойные нападения, которые за последний год резко участились. Терпение у людей лопнуло после очередного ограбления. Андрей Анастасов расскажет все подробности. Фермеры Ширяевского района рассказывают, нападения происходят по одному сценарию. В вечернее время в их дома врываются бандиты в масках, хозяев связывают, жестоко избивают, требуют отдать сбережения. За последний год произошло уже около 10 таких ограблений. Душили, пистолетом били по голове. Это изверги, это не люди. Значит, они нас катовали где-то больше часа. Чаша терпения переполнилась после случая в селе Армашовка. Бандиты напали на дом местного фермера. Тот успел позвать на помощь других аграриев. И один из них, Геннадий Гладик, погнался на своем автомобиле за машиной преступников. Те отстреливались из ружья, пока не врезались в дерево. Геннадий показывает, одна из таких пуль для него могла стать роковой. Это кортечь, которых можно диких кабанов убить. Полиция в итоге задержала двоих подозреваемых, а на днях Геннадий узнал, уголовное производство о расстреле его машины закрыто. В связи с тем, что не установлен размер ущерба, нанесенного автомобилю. Мужчина уверен, дело хотят замять, чтобы выгородить налетчиков. Я, получается, сработал работу милиции, полиции. Полиция сейчас тут огласит о том, что не хватает и кого-то там ущерба. А может, меня лучше пускай бы убили уже там, чтобы не надо было и ущерба. К возмущенным фермерам вышла следователь. Объясняет, уголовное производство уже возобновлено. Теперь его будут расследовать по более жесткой статье, чем порча чужого имущества. Загроза жизни и безопасности граждан, которые перебывали в автомобиле, также будет при этом враховываться. Дело уже переквалифицировали, подтверждает местный прокурор. Эпизод с расстрелом машины теперь расценивается как порча имущества лица, которое выполняет гражданскую обязанность. Максимальное наказание по этой статье – 12 лет тюрьмы. Дии злочинцев направлялись в первую очередь на майно для того, чтобы его зашкодить. Ну, то есть, чтобы человек не смогла переследовать их. А вот Геннадий намерен добиться, чтобы дело рассматривали по статье «Покушение на убийство». Андрей Анастасов, Игорь Миханошин. Подробности телеканал Интер. Одесская область. Украинцы не получат качественное медобслуживание, если срочно не усовершенствовать реформу. Так считает Юлия Тимошенко. Сегодня она встретилась с медработниками в Киевской области. Лидер Батькивщины предложила создать команду из врачей и финансистов, которая поработает над ошибками министерства. Иначе все проблемы лягут на плечи пациентов и медиков. Мы собрались здесь, чтобы вот эти возможные риски и предложения по их возможной минимизации обсудить и дать предложение правительству, в том числе и нашему министерству. То есть абсолютно прагматическая цель сделать ее еще лучше. Самые тяжкие моменты начнутся, когда мы увидим дисбаланс финансирования, навантажение будет увеличено, это точно, потому что такой количество лекарств не будет. И мне не хотелось бы, чтобы все проблемы этой реформы были перекладаны на плечи пациента в первую очередь, потому что у него не будет качественной услуги и качественного доступа до системы охраны здоровья. А в другую очередь это будет перекладано на плечи лекарств. Полторы недели до выборов уже 29 апреля состоится голосование за депутатов в территориальных громадах. В Хмельницкой области Аграрная партия выдвигает 48 претендентов. Это люди, ранее не занимавшиеся политикой, инженеры, учителя и врачи. С чем они идут на выборы, расскажут наши корреспонденты. Белогорье Хмельницкой области. Инфраструктура, как во многих райцентрах, плохие дороги, стихийные свалки. Такие, как вот это, всего в нескольких метрах от сельских огородов и полей. Думаю, это люди, которые с невысокой уведомленности, может быть, и в ночи возят. Тем более, что это смяте звали, что уже не раз закрывали, спаливали. И после того, снова появляется новый вывез смятя. Огромная площадь буквально завалена пластиком, макулатурой, бутылками, остатками испорченных продуктов. Эту проблему решить можно, обустроив мусорный полигон, говорят в Аграрной партии. В том проблеме, что сегодня нужно очень-очень работать с громадской, разъяснение работы, хотя на данный момент в Аграрной партии делают работы, но еще доскональнее нужно работать и делать все для того, чтобы наша, будем сказать, родная Украина, родный мой край был чистейший. Планы аграриев амбициозные. Повысить уровень жизни людей, провести уличное освещение, вести в эксплуатацию очистные сооружения. Но в первую очередь создать новые рабочие места. Например, запустить некогда процветающий молокозавод. Перед всем, сегодня должна сделать такие программы, которые дадут возможность развиваться приватному предприятию, которые сегодня дадут возможность остаться в Украине, а не ехать в Польшу и шукать лучшие доли. Здесь, в Белогоре, Аграрная партия выдвинула 26 кандидатов-депутатов и своего президента на пост главы Объединенной территориальной громады. Большинство в партии – это люди, которые политикой никогда раньше не занимались. Это люди, которые всегда считали, что наибольшим уровнем патриотизма есть наибольший профессионализм. То есть люди, которые считали, что они должны учить детей, лечить людей. Это люди, которые работают на земле. Это инженеры, это строители из наших сел, наших местечек, из наших больших мест. В общем, мы показываем сегодня, что местное самообладание является эффективным. Избирательная кампания редко обходится без происшествий. Два дня назад трое неизвестных жестоко избили секретаря сельсовета и кандидатов-депутаты Белогорской ОТГ Виктора Полищука. У мужчины сломаны ребра, закрытая черепно-мозговая травма, многочисленные ушибы и ссадины. Но расследовать дело правоохранители не спешат. От комментариев они отказались. Были вот, лице ударили, а потом, я скажу, я упал и были ногами. Не знаю, вроде никому не переходил дорогу. Не знаю, может, с моей профессиональной деятельностью, но вроде так, держит в любви, я ничего не сделаю. Выборы в ОТГ пройдут в Украине уже следующее воскресенье, 29 апреля, в 40 объединенных территориальных громадах. Аграрная партия выдвигает свыше 600 кандидатов. Ольга Поломарюк, Игорь Рига, подробности, телеканал Интер, Хмельницкая область. На Сумской таможне проведут инспекцию. Фискальная служба проверит, как выполняется постановление Кабмина о дополнительных пошлинах на российские минудобрения. Такое поручение дал премьер-министр Владимир Гройсман. Перед этим на заседании правительства нардепы сообщили ему, что вопреки решению властей, карбамид и аммиачную селитру из России продолжают незаконно завозить в Украину сотня метон. Сегодня митница, в частности, сумская митница, построила практически коридор для обхода антидемпинговых мит уряда, пропускает сюда химию продукцию міндоброго российского производства, агресора, который хочет полностью выполнить украинский рынок на территории Украины. А через то мы втрачаем, мы, к сожалению, взбитки получили. Только за прошлый год, перепрошу, это 500 миллионов долларов, это 15 миллиардов гривен было привезено до России. Это про финансового террориста и агресора. Я все-таки отдаю належное уряду за то, что мы випережением термину 28 березня приняли эти антидемпинговые заходы. И просил бы добавить к перелику митниц, кроме сумской, провести загальную проверку ДФС в частности борьбы с этими явлениями. Я боюсь, что проблема не только в сумской митнице, а все, которые межуют с краяной агрессорией. 300 тысяч тонн доброго лежит украинского и не может сегодня бороться с Российской Федерацией по везению. Поэтому прохание от этого коллектива, от всех фракций, от всех партий, независимо от своих направлений, но все-таки заборонить везение сегодня Миндоброго с Российской Федерацией. И потому что, что может случиться, Володимир Борисович, как в 2015 году Миндоброго в восени подорожчали в три раза. Мы ввели эффективные заходы антидемпинговых методов. Если кто-то эти заходы обходит, то это преступление закону. Вы сказали, что сумская митница, значит, урядовое доручение ДФС, комплексная проверка сумской митницы, с оприлюднением конкретных результатов этой проверки. Поднимемся тогда. А дальше? Если решение уряду принято, оно должно быть реализовано. Напомню, новые санкции против российских производителей Миндобрений Кабмин ввел еще 28 марта. Мы уже отправили запрос в Государственную фискальную службу с просьбой сообщить, когда пройдет проверка сумской таможни и обязательно проследим за тем, выполняется ли решение правительства. Майк Помпео побывал в Северной Корее. Это, напомню, директор ЦРУ и, возможно, будущий госсекретарь США. О визите сообщило издание Washington Post. Президент Дональд Трамп информацию подтвердил. На своей страничке в Твиттере написал, Помпео ездил в Пхеньян для встречи с Ким Чун Ином в рамках подготовки к Американо-Северо-Корейскому саммиту. Встреча прошла гладко. У лидера КНДР и директора ЦРУ сложились хорошие отношения, добавил Трамп. Ранее президент США сообщил, что его встреча с Ким Чун Ином назначена на конец мая, начало июня. Генеральная уборка в Солсбери проходит химическая зачистка локации, где в день отравления побывали бывший российский шпион Сергей Скрипаль и его дочь. А в Гааге исполком организации по запрещению химического оружия обсуждает доклад, подготовленный после анализа образцов, собранных в Солсбери. Все подробности в материале Ирины Ивановой. В спокойной провинциальной Солсбери с населением в 50 тысяч человек давно не видел такого количества спецслужб. Полтора месяца в городе круглосуточно дежурят подразделения полиции, в местах, которые в день отравления посетил экшпион с дочерью. Под пристальным вниманием, в частности их дом, итальянский ресторан Зизи, паб Замил, скамейка в сквере, кладбище, где похоронена жена Скрипаля. Всего 9 локаций. И теперь там проводят химическую очистку. К работе привлекли почти две сотни специалистов. Процесс продлится несколько месяцев. Против таких мер тут же выступила Россия. Это не что иное, как уничтожение важных доказательств, заявили в посольстве РФ Великобритании. Взаимные обвинения продолжаются. Россия указывает Великобритании на нежелание сотрудничать. Однако и Европа не забывает напомнить, кто, по ее мнению, стоит за скандальным преступлением. Сегодня Дональд Туз, подводя итоги мартовского саммита ЕС, снова возложил ответственность за это нападение на Россию. Европейский Совет согласился с оценкой правительства Великобритании относительно вероятности, что Российская Федерация несет ответственность за атаку с применением нервно-паралитического вещества в Солсбери. Мы выразили полную солидарность Соединенным Королевством, осудив это нападение, и в ответ многие лидеры решили выслать российских дипломатов. Между тем в Гааге проходит заседание Исполнительного комитета Организации по запрещению химического оружия. Представители более 40 стран обсуждают доклад, который подготовили международные эксперты после анализа образцов, собранных на месте отравления Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Также сегодня этот отчет будут обсуждать в совбезе ООН. Ирина Иванова, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер. В эти минуты в Харькове и Днепре проходят два матча полуфинала Кубка Украины. Донецкий шахтер принимает футбольный клуб Мариуполь, а Днепр-1 на своей домашней арене играет с киевским Динамо. Победители будут бороться за один из главных футбольных трофеев страны. Все внимание экспертов и фанатов сегодня приковано к противостоянию столичной и днепровской команд. Подробнее в материале. Стадион Днепр-Арена. Здесь за несколько часов до начала матча начали собираться любители футбола и болельщики киевского Динамо. Официально билеты на эту игру купили более 10 тысяч болельщиков. В свою очередь, динамовцы для своих фанатов дополнительно выделили целый сектор. Пригласительные на гостевую трибуну выдавали бесплатно. Пришедшие зрители от столичной команды ожидают только победу. За Динамо. Думаю, 2-0. Пользуя Динамо. Почему 2-0? Потому что Динамо сейчас в хорошей форме после шахтера, а Днепр непонятно в какой. У них особых соперников нету в той лиге, где они играют. Поэтому, думаю, Динамо выиграет. А Киев, конечно, выиграет. Чтоб мы сюда пришли. Чтоб в финале потом кротово были. Ажиотаж вокруг сегодняшней игры длится уже несколько дней. Если в противостоянии Горняков с Азовцами исход матча прогнозируемый, так как Мариуполь еще ни разу не побеждал Донецк в подобных матчах, утверждают эксперты, то игра Днепровцев с белосинями обещает быть зрелищной. Так как относительно молодая команда Днепр-1 пытается выйти в украинскую премьер-лигу. В свою очередь о шансах на победу говорят данные букмекерских контор. Самый большой коэффициент – победа белосиних. Меньше всего фанаты рассчитывают на ничью и триумф днепровской команды. Сегодня ожидается очень тяжелая, серьезная игра. Это не значит, что они находятся в рангах ниже чемпионата Украины. Это первая лига, но все равно кубковая игра совершенно отличается от других игр. И поэтому наша команда готовится и готовится к странинским составам, который постепенно показывает свое лицо игрового стиля, направлений. Я думаю, что сегодня они концентрируются для того, чтобы победили. Эксперты отмечают сильную игру динамовцев в последних матчах. К примеру, недавняя победа со счетом 1-0 над Донецким Шахтером в выездной игре. Поэтому не исключают победы столичного клуба в финале Кубка Украины. Александр Васильченко, Елена Мимдалюк, Евгений Каденцов. Подробности – Днепропетровская область. В этот момент выигрывает Киевская Динамо со счетом 4-1 и гарантированно выходит в финал Кубка Украины, где вероятнее всего сразится с Донецким Шахтером. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте. Подробности ЮЭЙ, а в прямом эфире увидимся уже завтра. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин